Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас 10 мая. Вторая свиноматка опоросилась. Сколько ты считал? 9? 9 столько. 9 поросяток принесла. Смотрите, все сделала сама. С утра заметили, начало гнездо строить. Дали ей соломы. Почистили. Поросята. Они родились примерно часа в 4. Даже туповины никто не отрывал ничего. Это кстати о вопросе, что вьетнамские свиньи это не до свиньи и зачем их разводить. Вот один из ответов. Потому что минимальный уход. Практически самостоятельно все делают. Даже упариваться по случке не надо. Взяли хряка, кинули к свиноматке. Причем они могут жить стадом. Ну вплоть до того, что может там три быть свинки, один хряк. И вот они всей толпой могут жить в одном месте спокойно. Не драться, нигде ничего. И при этом, когда надо, сама опоросилась, сама очистилась. Там еще место, я не знаю, что там. Место еще, наверное, даже не вышло, да? Нет, еще не вышло. Потом посмотрим. Я к тому веду, что я не буду даже не сидеть над ней тут. У меня сейчас работы много на огороде. Эй, дядь, а ты что спишь? Ну давай сиську соси. Один заснулся, смотри, а жрать. Эти, кстати, смотри, часть таких крупных порождалась. Я удивляюсь. Смотрите, какой здоровый. Такие четыре больших. Таких прям очень больших. О, он рядом стоит. Здесь, конечно, тише поменьше, но он маленький сосед. Тем не менее, свинка еще, наверное, еще даже не полностью не допросилась, потому что она ее трясет. Ну, суть в том, что никто ей не помогал, ничего не делали. Заходим, все, уже бегаем. Всей толпой на сиськах висят. Кто побольше, кто поактивнее, кто поменьше, послабее. Этот вообще спит. А ну не спи. Проснись. Проснись. Самый последний. А тут соси. Да пошел он. Такой здоровый, что он там найдет соси. Ну, так вот, на 9 мая у нас уже, на 10 мая у нас еще один приплод. Посмотрим, что с ними будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.